Катюн дрыж? Что ты там опять тиктокишь? Или что там у тебя с виноградом? Тикток? Это тикток опять? Ой, какая это собачка! Да, собачка! Виноградик у тебя там вкуснянский. О, господи! А у тебя что? У тебя Маша и макароны. Мама, купи Машу! Купить Машу! А, Катя собаку, а тебе Машу купить. Смотрите, какая игра у Лаврушки играет, сидит у меня на коленях. Это Маша и Медведь. Они тут готовят пиццу. Вот смотрите, он сейчас раскатал только что тесто. А где скалочку Лаврушу? Ты уже раскатал тесто? Да. Скалочки нету больше? Он сейчас прям сидел и вот так вот ручками брал и вот так раскатывал эту лепешку. Представляете? Вот нужно прям вот пальчиками нагибать как-то все это, переворачивать. Ну, со скалкой фокус меня вообще удивил. Прям берет скалку и раскатывает. Представляете? Круто, молодец. Вон там Катюха играет все в то же самое. Катюш, ты в Машу играешь? Катя, ты в Машу играешь? Ма! Маша играет. И вот такая вот пицца получается. Классная какая-то игра. Просто Маша и Медведь игра какая-то. Готовилась быстрее. На русском языке. Вот сейчас она у него печется. Видите, вон там температура. Круто, да, Лаврушка? Наши молодец. Да, друзья, наши дети живут в уникальное абсолютно время, конечно. Это очень здорово. Это не может не радовать. Это очень круто, конечно. Маму... Молодец, молодец. Ты молодец. Лаврушке тут написали, что он молодец. Катюндра к нам пришла. Тоже там в Машу режется. Я вообще считаю, что нельзя детям запрещать планшеты, айпэды, какие-то вот такие вот развивающие игрушки, каких-то детских блогеров. Мы никогда не запрещаем. Запрещать технологии, за которыми будущее, это, конечно, мне кажется, неправильно абсолютно. Мы сами все время торчим в компьютерах, в телефонах, а детям запрещать. Ну, не знаю, мне кажется, это как-то неправильно. Да, нет. Давай, давай, извиняйся, прилюдно теперь. Папа нашел, друзья, свои джинсы. Вот, друзья, тот самый шедевр, который Вова искал, обвиняя меня во всех грехах, что я их выбросила. Я на Камаро поеду. На Камаро поедешь? А, да. Через фабрис, мама. Да. Мы, наконец, должны купить нашу лапшу. Дети страшно страдают без лапши. Главное, нашел в своем же собственном шкафу. Вот Лиза один в один просто. Да, друзья, Маша сегодня рулит у нас. Дети увлечены страшно просто. Разделся опять под Машу, правда. Понаставил своих фестивальных кукол, но все равно под Машу. Май, красотки пришли. Как дела в школе? Да, хорошо. Мам, поедешь в пабликс? Да, я сейчас поеду. Я тебя отвезу. Ну, я сама тебя отвезу. Зачем ты? Мам, мы договаривались. Ты просила в банк тебя отвезти. Ну, я в банк. Я тебя отвезу. Ну, ты тоже рядом. Пабликс рядом. Я тебя отвезу и пойду в пабликс. Нет, я тебя отвезу, и мы пойдем вместе. Я сама себя доставлю. Мне все равно. Ты можешь сама себя доставить. Нет, мне нужно только прав, поэтому нет, спасибо. Тебе в банк надолго? Не знаю, мне сейчас папа поговорили. Если мне там нужен взрослый, то тебя бесполезно брать. Ну, не, мне бесполезно, я в пабликс пойду, а ты иди свои эти делай. Пабликс, пабликс, да. Так, друзья, я в пабликсе, я все в поисках лапшички нашей любимой. И хочу еще тесто взять на пиццу. И что-нибудь еще, мороженку. 50 долларов. Где у меня написано? Вот 50 долларов. Сейчас покажу, что купила. Так, и так. Ну, как всегда, чипсы. Мы любим чипсы. Так, вот такие вот бейгл. Это пончики, так скажем, такие. Ну, на самом деле, как хлеб на вкус. Они просто как хлеб. Они разрезаны вот так вот напополам. Можно использовать как любой бутерброд, сэндвич, как угодно. То есть, очень вкусное само по себе тесто. И положить туда можно все, что угодно. Я сейчас покажу, что мы положим туда. Взяла вот такие вот для вот этих вот бейглов. Это крабовые палочки, уже нарезанные. Очень вкусные. Часто берем, мне они очень нравятся. Видите, они нарезанные. Очень вкусные реально. Вот такие вот суши взяли. 5 долларов. Вот такая вот небольшая упаковочка. Не могу сказать, что очень вкусные. Но есть можно. Мы, в принципе, любим. Так, два вот таких вот теста взяла. К сожалению, не было моего любимого теста. Еще не сделали, наверное, это тесто. Не замесили. Было только вот такое. Я хочу сейчас испечь две пиццы. Вот это тесто именно на пиццу. Оно уже в круг такой раскатано. Очень удобно. 3,59. Но сегодня оно стоило 2,99. Я так понимаю, еще пока не напекли свежего, потому что я с утра здесь. Поэтому вот такое вот оно 2,99 стоит на самом деле. Это, по-моему, бездрожжевое тесто. Видите, итальянская пицца. Мне больше нравится тесто, которое у них дрожжевое такое продается. Тоже для пиццы. Но оно не раскатано вот в такой пласт, потому что дрожжи, оно так, знаете, его так не раскатаешь особо, оно собирается обратно. Так, два вот таких вот мороженого взяла. Оно, видите, совсем замерзшее просто. Вот такое вот наше любимое мороженое. Это шоколадное. И такой же бочонок внизу ванильного мороженого. Обожаем. Дети просто обожают. Мы, конечно, не все мороженое в Америке пробовали. Его тут все невозможно, наверное, перепробовать. Его очень-очень много. Так, это грибы на пиццу. Мы с Лизухой любим грибную пиццу, все остальные сосисочную. Так, здесь вроде ничего больше нет. А, баночка сгущеночки. Такая вот баночка сгущеночки под сырнички, конечно же, под сырнички. А, еще чеснок. Чеснок. А чеснок я сейчас покажу, для чего чеснок взяла. У меня же теперь есть баклажаны, друзья. Поэтому я сейчас, сейчас или завтра, не знаю, сейчас подумаю. Сделаю рулетики из баклажан, которые я очень люблю, но ем только в семье я и максимум Вова. Поэтому я их делаю очень редко. Но раз у меня есть баклажаны, то придется сделать. Покажу, очень люблю это блюдо. Довольно часто я раньше его делала. Для себя, любимый. Сейчас как-то слишком много для детей приходится всего делать. Поэтому перестала для себя отдельно что-то делать. В общем, ребята, то, зачем я приехала сюда, ради вот этой лапшички, ее опять нет. Я уже не знаю, когда она появится. Честно говоря, очень жаль. Катя очень сильно расстраивается на эту тему. Просит каждый день. Она несколько дней уже без этой лапшички. И, в общем, не понимает, почему ее нет. Все, поехали домой. Посмотрите, от пабликса отъезжай. Вот такой вот комьюнити. Красиво так его тоже украсили. Вон висит у них бантики всякие, елочки. Вообще, вот эта вот дорога до пабликса, она просто очень красивая. Сейчас я вам покажу, как там вход. Вот в эту такая въездная группа к пабликсу, как красиво украшено. Вот эти вот пальмы все, которые вот эти высокие стоят, они все обмотаны гирляндой. Они обалденно светятся вечером. Вот даже видно, как они обмотаны, эта гирлянда. Они просто офигенно светятся. Это просто от нас вечером или ночью. Зрелище, конечно, просто. Настолько праздничное, настолько красивое. Вот видите, вот эти вот все высокие пальмы. И когда только въезжаешь в эту группу въездную, я вот как-нибудь вечером поеду, покажу вам. Это смотрится обалденно. Такая большая, длинная, длинная такая аллея из вот этих вот пальм. И смотрится, конечно, фантастически. Вот видите, они все обмотаны вот этой вот гирляндой. И смотрится просто охрененски. Ай, как красиво. Вот посмотрите, как красиво украшены вот эти вот места по бокам. Ёлками красивыми. Музыка. 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 Бедный лисенок спит у нее выходной сегодня, она отсыпается. Привет. А там есть какой-то зелененький. Ага, потому что я дополнительно не брала. Соусом залей вот этим. Палочки забыла. Простите, забыла палочки. Почему не говори? Лизуха, у нас есть эти... Ты проснулась? Слушай, слушай. Она пошутила. Я не пошутила, сейчас Машка все слопает, если ты не встанешь. Опять она у нас тут в Эльзу нарядилась. Вот такой вот тортик нам вчера гости привезли очень. Девчонки говорят, что обалденно вкусный, но у меня не сохранилось этикетки. А с чем он? Это мороженое, что ли? Нет? Типа мороженое? Да что это тарелка-то вези мне манячит? В общем, в морозилке стоит какой-то очень вкусный тортик. Не знаю, из чего. Так, делаю пиццу. Одна будет с грибами у меня, другая будет с сосисками. Я сейчас пока одну испеку. Видите, она уже сразу... Вот этот пласт уже там развернут. Вот я его развернула. Вот такой вот он. Что? Мимо пролили опять? Да, папа, у тебя мороженый вот и вели. Что случилось? Да, она моя была. Я тоже сюда просто поставила. Да. Что ты хохочешь, а? Просто выспалась? Можно помочь? Да мне так хорошо. Ну все, смешинка в рот попала. Обеим причем одновременно. Ты с грибами... Маш, ты с сосисками, да? Пиццу. А Лева, Лева, наверное, с сосисками. С грибами только мы с Лизухой едим. Привет. Вечно зайдет, всех напугает. Так, дети кушают мороженку. Лизутся свои сыгрынки, естественно. Что? Доставит она тебе. Пицца. Итак, первый кружочек. Я вот думаю, две у меня влезет, не влезет. Ну не влезет, конечно же, жаль. Итак, соус вот такой вот используем. Вот такой вот с чесночком. Очень вкусный соус. Туда же сейчас грибочки. Сначала, после соуса, сначала немножко сыра. Потом я еще сверху засыплю. Но вначале, так скажем, пиццы тоже будет немного сыра. У меня его не могу сказать, что много. Мне хватит вообще сыра. Хватит. Так, немножко сыра. Так, теперь грибочки сюда накладываем. Вот так обильно посыпаем грибами. Сверху сыр. Снова вот этот вот сыр. Сыр моцарелла. Обычная моцарелла. Так, грибная пицца уже жарится. И то же самое проделываем с сосисочной пиццей. Да, котик? Смотрите, как она вся запузырилась. Поднимается тесто. Так, смотрите, вот одну достала. Такая вот она у нас красоточка. Сейчас вторую зажарим. Ребята, эта пицца еще больше вздулась. Вот которая сосисочная. Аж сосиски все скатились, как с горки с этих пузырей. Вот она, красавица. Пузырочная такая вся. Итак, друзья, вот так вот я нарезала пиццу ножичком. Вот этим для пиццы получилось. Так, дети у нас не любят замудренную какую-то пиццу. Это мы с Лизой едим с грибами. Замудренную какую-то пиццу. Поэтому я стараюсь делать минимальную такую, как бы, ее начиночку. Потому что все равно они все время чего-нибудь оттуда, знаете, вот так вот вытаскивают. То оливочка, то помидорка, то зелень. То, что... В общем, я не делаю больше такую пиццу. Делаю максимально просто. Ребята, тут что-то такая авария. У меня пробка. Это на самом деле я возле дома стою. Сейчас вот еду. В принципе, тут прям куски такие валяются от машины. Вон полиция стоит. Вон какая-то машина разбилась. В общем, то ли ее оттащили уже. Да, оттащили. Вон они стоят. Разбитые. Бампира валяются. Вот, ребят, вот это вот место. Вот оно. Красивое. Когда вот я от паприца ехала, видите, как красиво. Вот здесь. Вот эта вот аллея очень красивая. Вот так вот она ночью выглядит. Но не сейчас. Я сейчас просто пронеслась быстро уже. А ты в автобусе оставила его? Да. Слезу Хайди потеряла. Но нашла. Понимаешь, его покупают для 5 долг. Я не хочу, чтобы 5 долларов сранить на взрослой Хайди, которому никогда больше не понадобится. Ну да. Ты говорила такая, твою одежду я дала водитель. А сегодня прихожу, и я снова опять в водитель. Я такая. Так он может в автобусе оставить. Автобус-то тот же самый? А-а, они меняются постоянно. Автобус номер тот же самый. Всегда. Я не на что, чтобы водить себе. Водитель меняется, автобус нет. Нет, в автобусе он приехал на другом автобусе. Я знаю, что. Я не могу, не могу. Я такая, что он идет в автобус. Нормально. Вот тогда папа завтра прибьет сюда зеркало. Эти, я не могу два. Катюндра, я не могу. Лиза, копия ты просто. В детстве. Вот в таком же, да. Клево, клево. Прям так пойдешь? Да. Прикиньте, взяла папину шапку. Шапка привезена с Москвы давным-давно. Валяется просто так на выброс. А Машка в ней пойдет. Она же классно смотрит. Классно? Слушай, реально классно. Маша меня уверяет, что у них в школе все ходят в шапках. Это правда? Не все, но кто-то в кабинетах, кто-то в шапке, кто-то в шортах. Ты куда пошел? Я тебе тут спать вообще-то укладываю. С бледом. Слушай, а тебе очень клево масло в этой шапке. А тут же капюшон есть. Зачем тебе шапка? Там же капюшон веще. Нет, шапка, она тебе более с косыми классно смотрится. Классно, да. Слушай, вот эти вот кармашки классные для, муфточка вот эта, да. Да, я знаю, это Худин зовут. Вообще классно. Туда телефончик, ручки и тепло. И красотка. И тепло. Сюда знаешь, что еще классно? Мне надо ходить, это обалденно. Сюда еще знаешь, что надо? Жилетку. Иди возьми у меня жилетку. Сверху одень. Ты че, мол, у меня заставай-то как это. Зимняя. А ты в этом замерзнешь. Нет. Ну шапку, главное, напялила, одевать жилетку меховую. Пуховую. Ну будет правда классно, Маша. У нее, она же без рукавка. Нет, ну все равно, я буду смотреть, как это. Как кто? Если вы шапка ходите, там. Ну мне там, знаешь, шапка круто, все. Ну смотри, я бы на твоем месте одела жилетку. Я же не буду все время на улице, я же в классах сижу. Тебе все время с мать одевать, с мать одевать. Ну классно, классно. Мне нравится. У меня еще носочки чемпион есть, можешь взять вон там носочки чемпион. Нет, мне их будет не видно, я одену, я даже не наше одену, я белые, конечно, одену. Ну нет, в этих штанах видно носочки, иди чемпион возьми. У меня где высокие носки? Какие они высокие? Какие они высокие? Вон они, докуда, посмотри, где они высокие. Да, это когда вот такие низкие, когда видно кожу. И у меня такие же. Ты про следочки, что ли, говоришь? Я про, ну типа следочки, да. Ты еще спадешь. Все, Маш, давай, нам же как птичкам надо выключить свет, как попугайчикам и так далее, только уснем. Сюда я выключила свет. Мама, я пришел. Ты пришел. Все, давай, спать. Я купила пасту. Умничка, все, спать. Так, Лизуха показывает мне тут. Я говорю, Лизонь, давай ты на камеру покажешь, просто очень интересно. Давай, рассказывай. Работа. Держи. Работа в классе Ло у меня. Имя, блок. Вон, юриспруденция. Да, зеленый хайлайтер это факты, желтый хайлайтер это причина почему, и розовый это проблема кейса. Мы разбираем кейс с 1969 года. Про расизм. Про independent community school. Про независимое комьюнити школьного дистрикта. Вот что мы разбираем. Тут я написала, что мне обязательно надо, это называется annotate. Он постоянно говорит, we're gonna annotate. Annotate это когда ты, короче, свое мнение пишешь, добавляешь какие-то свои детали о том, что ты читаешь. Это задание такое просто, да? Господи, на сколько листов-то. Тут чит. Нет, вру. До фига, короче, листов. А вот это что? Вот это я додела. Я просто не... Ну вот это, ну то же самое. Я просто тут додела уже. А вот тут я... Видишь, я тут, у меня не хотела места, мне пришлось так писать. А это тебе сдать теперь надо или что? Да, мне потом подадут. И вот так. Да, мне завтра он спалится. Ты будешь смотреть сейчас. Сейчас так, на секундочку, 11 час, Лизуха решила поесть сырников. Я, кстати, вам на утро пожарила. Сейчас переложу вам. Так, я тоже, глядя на нее, сейчас тоже что-нибудь съем. Да, да. Да. Сейчас. Так, ладно, кушай. Я тоже сейчас что-нибудь перекушу. Я сраны дую, это была лучшая моя инвестиция. Покажи, покажи. Лизуха купила себе Netflix и смотрит фильмы теперь. Ну, как себе. Она все теперь пользуются дружно. Сколько стоит, Лиз? Никто не купил. 9 долларов в месяц, короче. Она платит сама со своего кошелька. Какой сезон? Что ты смотришь? All America. Нет, еще не вышло, скоро выйдет. Это какой-то... Это какой-то... Это офигенно. Я усырила, ли мы карантин. Это офигенно. All American. Про футболистов в школе в Лос-Анджелесе. Офигенно. А есть ли на русском? Может, ну, люди подписаны? Здесь можно на русском тоже. Вот, видишь, он сохраняет то, что... Continue watching. То есть мне даже не запоминают имотательно. Если у меня даже телефон будет полностью выключен, он запоминает ровно минуту, серию. Но это с твоего, если девайса, да, если с телека, так же не получится? Нет, может, это аккаунт. А, с твоего аккаунта. Потом это фильм, я скажу, вот, который я смотрю. Посмотри, Ход королевы. Ой, Эмили в Париже. Офигенный сериал. Новый вышел, вот только вышел, но все его смотрят сейчас абсолютно. Сейчас Ход королевы все смотрят, а это что? Вот мой сериал. Карточный домик он называется. Называется House of Cards. Это про... Это сейчас он смотришь. Да, как муж и жена становятся президентом Америки, там очень... Ну, это очень классный сериал, он напряжённый, он очень классный. То есть тут дофига серий, как он становится президентом, потом как его жена. То есть насколько там предальность-то в Сенате, в Конгрессе. То есть настолько... Борьба за власть. Безумно интересная тема, безумно. Все его смотрят. Вот тебя понесло-то в юриспруденцию, в закон, в политику. Нет, ну это просто не интересная. Нет, слушай, я ссориться и спорить долго могу, если надо. Но видишь, тут... Винкс. Ой, слушай. Боже, Винкс, боже-боже. Ностальгия, ностальгия. Да ладно, ты можешь смотреть. Настальгировать, да? И монстр хай тут есть. И всё. Винкс от Корки, да, Корки столько дисков было куплено. Да, Леди Банк, пожалуйста. Нет, есть абсолютно любой жанр. Лего Френд, всё что-то. Маша и Медведь, пожалуйста. Это офигенно. Сколько, 9 баксов в месяц, да? Я плачу 9 баксов в месяц. Это какой-то пакет? Там есть дороже пакет. Или любая для всех? Разница только в том, что скольки девасов ты можешь заходить сюда. Ладно, всё, давай, кушай, смотри, и всё. Вот так вот сканирует. Серьёзно? Слушайте, смотрите, что Лизуха рассказывает сейчас. Я не могу, нет примера. Ну ладно, смотрите. Покажи приложение сначала, покажи приложение. Смотрите, она мне что рассказывает. Фотомат. Видите, фотоматематика, да, вот с этим иксиком. Вот тут, видишь, скан. Ты можешь даже размер, видишь, я могу сделать его побольше, поменьше. Окошечко, да. Да, я могу, когда у меня пример, я когда делаю фотографию... Короче, она наводит на задачу или на пример, да? Да, он показывает мне графика, решение, вот это сразу. И если ты вдруг не так сделаешь, ты просто можешь вот тут сама напечатать. И он тебе смотрит. Ну, я, мне лень печатать, он... Просто наводит в учебник. Видишь, тайп, напишите свою математическую проблему. А можно не писать, можно просто навести на задачу. И тут же что, выходит решение? Да, вообще, видишь, это скан. Он сканирует математику. Офигеть, слушай. Я так математику. Вы в началке ГДЗ пользовались, а сейчас он вон что, оказывается, придумали. Это лучше с аппаратами 21 века. Однозначно. В этой слезухой сидим. Она тут сидит, что-то лопает, что-то смотрит. Ёлочкой нашей любуемся. Дети спят, папа спит. Пришел в штаны швырнул. В общем, все спят. На балконе. Ой, как прохладно. Прохладно не то слово, честно говоря. Прям я бы сказала дубачок. Но... О, ребята, пара за рта идет. Не поверите. Да, вот оно. Вечное лето во Флориде. Вот так вот. Ну, вы знаете, так даже по-новогоднему и по-зимнему. Снежка только на пальмах не хватает. Посмотрите, мы поставили тут зеркало. На самом деле мы его повесим. Надеюсь, папа пока у нас еще морозится, не хочет пока его вешать. Ни в какую. Оно у нас стояло вон там, в коридоре, помните? Сейчас мы его решили все-таки слезухой приперли его сюда. Потому что здесь оно нам больше нравится. Не просто больше нравится, а как-то вот идешь и в полный рост себя видишь. А там по лестнице спускаешься и видишь себя там, я не знаю, по пояс максимум. Очень неудобно. А здесь еще очень красиво. В нем постоянно отражается елка. Вот смотрите, как классно. В полный рост, да, зеркало. Вот идут девчонки так в школу в полный рост встали, прихорошились, тунцы вышли. Я в кофте, видите, да, холодно. Класс, да, вообще? Только вот стена широкая, вот его бы еще вот прям вот пошире вот это вот зеркало, чтобы вот прям оно прям чуть ли не во всю стену было, прям было бы вообще круто. Все, друзья, спокойной ночи всем. Всем пока-пока и, как всегда, до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok